Съемочная группа сейчас работает на аэродроме Гастомель. Отсюда до Киева чуть больше 20 километров. Сейчас этот аэродром контролируется российскими воздушно-десантными войсками. Посмотрите, какая здесь сейчас обстановка. Перемещаться не очень безопасно, потому что на земле очень много неразорвавшихся боеприпасов. Украинские артиллеристы обстреливали аэродром. Вот, посмотрите, попали в ангар. Что от него осталось? Он сожженный, за моей спиной сожженная украинская техника, которую они побросали здесь. И также украинские снаряды попали в ангар, где хранился самый крупный транспортный самолет в мире. Ан-225 Мрия, в переводе на русский мечта. Так вот, украинские артиллеристы попали в него, и самолет сгорел. Мрии больше нет. Когда российские десантники... Кокпит есть здесь. Это было здесь. Докладно здесь. Ничего не осталось. Стоило только три силники. Смуток есть так большой, что не даст его описать. Уświadомиłem себе, что два месяца назад отбил я свою последнюю службу. И даже не мог себе предположить, что такое вообще может случиться. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Что-то самолет. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... До окол тоже, наверное, мины. Все время работают саперцы и жоуниверы украинские. Пусться здесь нескольких дженников, которые связывают здесь, что здесь можно увидеть. Я сегодня увидел вещи невыобразимые. Я в Буче и в Ирпене. Я видел там гробы сделаны за блоками, за домами. И разговаривали с женщинами, которые за месяц стояли в пиусах, не имели что есть. Я слышал историю о расстреливании цивилов за то, что появились в данном месте. Одна из женщин говорила мне о женщине, ее соседе, который вышел на спacer с псем и поэтому погибнул. Трудно мне в этом месте, в этой ситуации, где чувствовать дальше свод спаленизны, где в кости лежи... Трудно это вообще описать. Единственное, что могу сказать, то, что хорошо, что не у нас уже тут Росжан. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...